Изделия декоративно-прикладного творчества народов Севера на международных, всероссийских и региональных выставках-ярмарках пользуются большим спросом у посетителей и быстро раскупаются. Прежде чем изготовить вот такую куклу Мухуко или пошить одежду на фигурку оленевода, потребуется немало знаний о жизни и традициях ненецкого народа. Много километров проехать на оленях по тундре, пожить в чуме, увидеть северное сияние. А еще можно пройти мастер-класс, например, в клубе ненецкой культуры Мани Сэдыни, что в селе не есть. Когда я создавала этот клуб, хотела привлечь женщин, которые уже остались с Канинской тундрой на оседлости, потому что все равно как-то надо чем-то их занять, привлечь. И вообще, я думаю, что все мы, отродясь, наверное, мастерицы, все равно умеем и сшить, и вязать. И как-то это, чтобы немножко сплотить и развивать, и передавать следующим поколениям, я вот с такой целью создала этот клуб. Из нехитрого материала, который здесь всегда под рукой, кожа и мех оленя, клюв гуся или утки, шьют мастерицы простые и нужные в быту вещи. От чехлов для мобильных телефонов до женских сумочек. И, конечно же, делают сувениры, которые так любят приобретать городские жители. Клуб ненецкой культуры Мани Сэдыни постоянно участвует в выставках-ярмарках декоративно-прикладного искусства, проходящих в Москве Архангельской Каргополе. Цены на такие сувениры невысокие, поэтому их разбирают быстро. Нас там очень хорошо принимают, потому что мы там бываем эксклюзивно. Там в основном съезжаются, ну, Архангельская область, да получается, все равно у них всех изделий почти одинаковые. Куклы, обереги, лапти, роспись, это у них все есть. А именно вот такая декоративка, например, того же ненецкого народа, для них это эксклюзив и нас очень хорошо принимают. Занимаются в клубе «Мое рукоделие» 17 человек. Есть и группа девочек из школы-интерната. Мечтает руководитель еще и мальчишек увлечь. Пусть пояса леневодам делать научатся. Все-таки народное искусство всегда в моде будет. Валентина Чибичек, Александр Усачев, Телеканал «Север».